Слово предоставляется Виктору Николаевичу Тойстякову. Я думаю, не надо особо представлять Виктора Николаевича. Все его прекрасно знают, книги его читают. Почему книжок? Виктор Николаевич, значит, вы сами сформулируете тему и вам полчаса. Я думаю, вопросов и трений будет много, поэтому давайте попробуем в полчаса вложить ваше сообщение. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Друзья, я очень рад снова с вами встретиться. Вот, каникулы кончились, надо приходить к работе общественной. Я очень рад тому, что мы снова вместе, потому что нет ничего более приятного, чем быть в кругу единомышленников. И особенно приятно, то, что с нами незримо присутствует в нашем помещении. Еще один замечательный единомышленник, который, я уверен, что он нас слышит, это Константин Николаевич Леонтьев, он с нами. Это было давным-давно, знаете, когда еще советская власть чувствовала себя незыблемо. Я беседовал с одним американским дипломатом про воздушную Москву. И мне интересно было бы узнать, как он сможет на Россию, потому что со стороны виднее многое бывает. Вот изнутри это не все понимаешь. Он сказал следующее. У вас тоталитарная власть, которая подавляет личность. У вас крайне неэффективная экономика, следствием которой является вечный дефицит и низкий уровень жизни. Ваша идеология основана на ложной концепции марксистской, которая давно опровергнута жизнью. Но у вас есть бесценное богатство, уникальное богатство, сказал американец. Это люди. Вот я, говорит он, продолжайте. Я работаю два года в России. Я встретил уже много таких людей, замечательных, которых в Америке вообще не существует. То есть не может быть таких людей. Вот так он ответил. Мне было очень радостно слышать, но не только радостно, но это навело меня на человечество польского размышлений. Во-первых, я понял, что так было всегда, во всяком случае, последние пять столетий, что Россия была питомником совершенно потрясающих человеческих личностей, которых нигде больше не было. Раньше они назывались святыми. Их так было много, что саму Россию называли святой рощей. Вот это из-за этих людей несравненных и красивых и телом, и душой. Потом они перестали называться святыми, но все равно Россия продолжала их производить. Совершенно уникальный человеческий экземпляр. То есть она была питомником замечательных людей, человеческих индивизмов. как в Бразилии питомник прекрасных бабочек, которых нет нигде больше, как в Новой Гвинеи питомник вот этих птиц, врачских птиц, необыкновенные красоты, которых тоже нигде больше нет. вот так Россия была питомником прекрасных человеческих экземпляров, которые вызывают восхищение и благоговение. И вот после этого разговора я стал думать, почему она является питомником таких личностей. я тоже ответил себе на этот вопрос, потому что ведь что такое прекрасная личность, прекрасный человек? Это совершенный человек. То, как им он задумал Бога. Совершенство есть подобие Христу, Христоподобие. Почему? Потому что, как постановлено на Халкидонском соборе, Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. На совершенство всякой личности есть степень его Христоподобия. Христос абсолютно совершенный. Люди все относительно совершенны. Совершенны и прекрасны в той степени, в какой они подобны Христу. Почему же в России появлялись люди, обладавшие большим уровнем Христоподобия, то есть красоты. Понятно, и мне это стало тоже понятно, подумав. Ведь как стать подобным Христом? Надо быть выкровленными Христом. быть выкровленными Христом и стать плоть от плоси и кровь от крови его учениками, его последователями. А как стать его людьми плоть от плоси и кровь от крови? Очень просто. Надо вкушать его плоть и пить его кровь, приобщаться к его плоти и к его крови, причащаться к нему через восприятие Христых Таин. Это мистическое объяснение, но для меня оно самое точное и единственно верное. Оно подтверждает словами самого Христа. Кто не ест мою плоть и не пьет мою кровь, в том нет вечной жизни. А что такое иметь вечную жизнь? Значит быть подобным Христу и получить право за это войти в шарство Христа, в Божий шарство. Вот много поколений наших русских людей причащались телу Христову через таинство единой, то есть единственной, святой, вселенской, перевод соборно-неправильной, кафолической, надо перевести как вселенская, наша церковь вселенская, и апостольская, а это есть только православная церковь. остальные народы причащались в неполноте истины, потому что католицизм отошел от апостольских истин, заменил святую церковь, папской церковью, человеческой, отчасти. То есть уже причащение у католиков этими обладками оно неполное, неполное слияние с Христом. А профессионцы вообще отказались от таинства, от всех таинств, в том числе Евхаристии. Естественно, что только в России вырастали прекрасные, красивые люди, христоподобные, близкие к совершенству. И вот с этого разговора, знаете, у меня пошла такая привычка, когда я думаю о каком-нибудь знаменитом человеке, я думаю, вот что он сделал этот раз, и второе, какой он был сам, как человек. и вы знаете, не каждый, да, я такой критерий здесь сейчас призумал, вот пошел бы я с ним в разведку или не пошел? И вы знаете, не со всякой знаменитостью я пошел бы в разведку. Вот Тульгенев, например, знаменитый человек, Иван Сергеевич написал, за шеи дети сам, и так далее, романш, романш какой-то даже поют. Генерал был однажды. Да. Вот ни за что бы с ним в разведку не пошел. Продашь, придашь, отступится и струсит. Он трушен был. Его же вызвал толстой на двери, он испугался и отказался от двери. Однажды был такой. Толстой не был трушен, он очень храб, очень храб. Но и столстым я не пошел бы. Знаете, клянусь, не пошел бы с ним в разведку. Хотя это глыба, это матерое человечище, это некого в Европе поставить рядом с ним. Все так. Это величина глашальная. А в разведку я бы не пошел. не потому, что он испугается и меня остается одного. Нет. Вот доверия нет с кем. Понимаете? Нет доверия. Вот читаю «Войну и мир». Вот он описывает Александра Первого нашего благословения. Вот не верю в этом описанию. Вот оклеветал царя. Аглуеба мочевого. В Европе некого поставить в чем. Реально. Абсолютно нет. Нет, одного я знаю, который можно поставить. Но не скажу. Так вот понимаете, вот с Левонтиум я бы в любую разведку пошел. Вообще на край света. Даже не считая его сочинения, это не важно. Такой человек. Необыкновенной красоты. и внешне. Вы посмотрите последствия, какой он красивый. А какой красивый внутренний. Какой достойный человек. Человек чести. Человек долга. Человек слова. А какой темперамент. Как дал поможде дипломату иностранному, который плохо сказал России. Немедленно поможде получил от Леонтия. Ну как Николай Мерликийский, святитель этого, Ария. Апневуху дал, понимаете? А мы же любим Николая. Такой замечательный человек. И такой же поступок совершил Леонтик. Подошел и прям влепил ему. Тот, конечно, не стал дуэль вызывать. Испугался. Убьет ведь. Не промахнется. Такой человек. Какой красивый человек. И вот когда я это не зря говорю вам о человеке, и он как о человеке, потому что вот его творчество во многом определилось, а может целиком даже, тем, какой он был сам человек. Вот смотрите, он был, в нем были такие качества, как любовь, способность к любви. В нем была целеустремленность. цельность натуры. Цель, именно цельность натуры. И в нем было вот то, о чем уже говорили, дар различений духов, необыкновенное инстинктивное щитье добра и зла, которое он приписывал к своему эстетическому чувству. На самом деле, что здесь, глубже, глубже простой эстетикой. Вот эстетика модерна, она была вроде бы очень на высоком уровне, а модерна это же не глубокое искусство. Я имею ввиду стиль, модерн. Ау, ну, во, там, так там еще, юген стиль, дарна, да, понимаете, не всегда эстетика совпадает с антологией. А у Неванцева имя чувство бытийности, чувство глубинной плавды было. Которую он воспринимал как свое эстетическое распознавание, дезобразие и красоты. И вот все эти свои качества позволили ему создать то, что он создал в публицистике. Действительно, значит, вот его эстетическое шичё, как, опять-таки, уже указывали, указывалось здесь, оно открыло ему не всем, далеко не всем видимую безобразность и отвратительность жизненных установок европейского сообщества. Он ужаснулся в Европе ещё до того, как ужаснулись многие другие одним из первых. Он за 36 лет за Шпенглера увидел закат Европу Европу. Ну, надо сказать, что он не был первым русским таким диагностом, потому что уже Хомяков и Иван Филийский уже тоже говорили о договоре европейского сообщества. Леонтьев почувствовал это резче. И это стало мощным стимулом для его деятельности публицистической. Леонтьев не связанная общая деятельность. Способность любить выразив в том, что он любя Россию, Леонтьев решил приложить все усилия, чтобы уберечь ее от влияния гибнущего Запада. А его цельность, цельность его натуры привела к тому, что он поставил эту задачу как главную задачу в своей жизни. И вообще если глубоко вдуматься в его работы, он ничем другим не занимался вообще. Только этим. Чтобы уберечь любимую Россию от могильного снесворного воздействия Запада. Заодно спасти Европу с помощью России. Да, это вот хоть он перепирался с луфинами, но на самом деле продолжал эту идею спасения Европы через Россию, которую высказывает старший шелернофирм. Они тоже рассказывают о кольбе. То есть как бы Киреевский даже иногда кажется, он больше заботился о Европе, чем о России. как бы этих братьев спасти. Леонтьев посвятил этой задаче всю свою жизнь и отнесся к ней фундаментально. Он решил глубоко эту проблему поставить и постарался решить. Поэтому он создал целую теорию. Да. Перед ним встал вопрос почему его погибнет. Вот эстетическое чувство подсказало, что это могильный запах ведет отсюда. А почему, как они зашли за жизнью такой. Чтобы это объяснить, он создал такую теорию, как естественник. Он подошел научно и создал теорию прохождение всякого человеческого сообщества через три стадии. Вот это известная схема Леонтьева. Первичная простота и постоянная хальность первая стадия. Вторая стадия пышное цветение, большое разнообразие структуры, структурирование, иерархия. И третья стадия вторичное упрощение, смешение и развитие и обыстрение эгалитарно-либерального процесса. Вот эгалитарно. Эгалите, эгалите, либерте, получается, два ложного французского революции. Эгалитарно-либеральное процесс, это уравниловка, потому что эгалите, это равенство. А либеральное процесс, это отщепление частей от целого и переподчинение частей от участия в целом стихиям собственного природы, атомизациям. И все кончается смертью общества. И вот смотрите, первые два периода его как бы совершенно не интересовали. Ну вот есть и есть, он даже не обосновывает. Я не встречал обоснования разумительного, как появляется первичная патриархальная простота, как почему свесение такое начинается. Это его мало интересовало. Он сочинял все силы своего ума на постижении третьей стадии умирания. И тут, я вам скажу, он сделал потрясающую вещь. Потрясающую. Вот мало кто на этому общает внимание. Он независимо от Клаузиуса открыл закон возрастания этапии. Знаменитый закон, который называют еще вторым началом термодинамики или иногда называют законом деградации энергии. вот интересно было бы сопоставить. Причем вот интересно то, что в одно и то же время Клаузиус открыл этот закон по отношению к физическим системам, константин константин Леонтьев ровно тот же самый закон открыл в отношении социальных систем. вот жили они совершенно в одно и то же время. Клаузиус умер, по-моему, в 88-м году, а Леонтьев в 91-м на 3 года пережил. Вот было бы интересно узнать, читал он что-нибудь о открытиях Клаузиуса вообще в втором начале термодинамики. или не читал. И вообще раньше он высказал вот этот закон в третьей стадии развития общества. Собственно, это и есть закон энтропийный закон, энтропийный принцип. Абсолютно то же самое. Просто в отношении другой системы социальной. Ну, этот какой-нибудь молодой исследователь мог бы заняться этим. я думаю, что это блестящая тема диссертации открытия Константинов Леонтьевым энтропийного принципа в отношении социальных систем. И сравнить с такой же работой Клаузиуса в отношении систем термодинамических. я бы даже согласился быть консультантом по этой теме. Иностранным. Если как-то из молодежи же интересует. Я мог быть консультантом. заплатить хорошо. Так вот, здесь выйдя на такой статус научного исследования выведя свое разрушение. Ведь вы не забывайте, что он естественный. Он же врач. И воспитанца был на терроризме. И науку понимала, как открытие законов природы. Но желая предать своей теории умирания России умирания запада научный вид, он формулировал ее как научную теорию. И здесь он совершил ошибку. Потому что энцерклийный закон да, совершенно несомненно распространяется иношесаренная система. Если они являются системами материальными. В той мере, в какой они материальны. Но дело в том, что почти любая историческая социальная система имеет две природы. Она приоткрывает щелочку или распахивает дверь перед втеканием в нее законов иного мира. Земля соединяется с небом. А на небе не шествуется энцерклийным принципом. Там антиэнцерклийный принцип. Оттуда весь система соединяется, материальная система соединяется с системой ино-природной, ино-бытия божьего мира, небесного мира, главного, то в эту материальную систему втекают иные законы, втекает жизнь, втекает порядок. Материя сама по себе стремится к хаосу. А если она соединяется с небом, то в нее втекает организация, втекает антиэнцерклий. Вот ошибка Леонтья в том, что он открыл правильный принцип, но ошибка в том, что он распространил на все социальные системы это свое открытие, не учтя, что социальные системы не являются чисто материальными. И поэтому законы Запи к ней относятся только действия с ней только в той мере, в какой она чисто материальна. Вот это коронная ошибка Леонтья, которая явилась причиной трагедии внутренней. Понимаете, что он получил? Вот он сформулировал этот закон. Вот три стадии, три стадии смерти. И он этот закон сформулировал как универсальный закон. Но тогда этот закон послушайте, он распространяется на Россию. И вот он сам себя загнал в этот тупик. И он мучился этим. И мы видим в его тени, что в конце концов он не мог отрицать собственную теорию и вынужден признать, что и Россия погибнет, сказаться, войдя в третью стадию. Да, это он нашлито признавал уже в конце. И он считал, что деятельность не спасением России от этого, а отсрочкой этого конца. Знаете, даже когда он умирал, а умирал он уже, приняв тайный пост монашеский стройца Сергея лаври, последние слова у него были очень потрясающие, у меня потрясло это. Он говорил, нет, мы еще поболимся, а через несколько минут говорит, нет, надо смиряться. Это ясно он говорил о России, что мы еще поболимся, мы еще оттянем, отсрочим свой конец, вот этот неизбежный третий период смешения и эгалитарно прогрессивно эгалитарно как там либерального прошедшего везущего к гибели. А потом говорит, нет, надо смиряться, что есть перед законом, против закона ничего не поделать. Вот такая сам себе создал теорию, в которой самого его собственно можно сказать даже привел к такому трагическому концу, потому что выхода не было. И вот нам надо понять вот это вы уже поняли, что я люблю Левантьева, потому что я пошел бы с ним в разведку. Вот с Галениным, который сидит слева от меня, я еще не знаю, пойду ли я в разведку. Как ты? А ты со мной пойдешь? Ну, тогда я пойду. Но вообще не со многими. И он закрыл глаза пошел. Я люблю этого человека. И как человека, и как писателя, ну и как путевота пламя надо после нас. Но мы должны извлечь урок из его ошибки. Нету такого закона, чтобы всякое сообщество гибло. Гибнет то сообщество, которое, вот у меня вдруг такая формулировка появляется неожиданно, которое хотелось бы запишать даже. Ну вот тут меня пишут на радиоразвене, я сам себя буду потом слушать. Знаете что, гибнет то, что общество, которое отпадает от Бога, лишается связи с иным инверсным миром быть шущим, где антиэнцепренный закон кашпорт шуриц. И попадает таким образом под действие универсального для всех материальных систем закона деградации и тепловой смерти. Как это в физике докажено. Вот оторвавшись от Бога, мы подпадаем под неумолимый энцеопийный принцип и гибнем. Понимаете, как важно иметь связь с иным миром, где иные, где антиэнцеопийный закон. Откуда идет порядок, организация, структурирование и жизнь. Это живо как от троицы говорят, живо творящее, живоначальное троице. Троица это Бог единый в трех листах, дающий всему жизнь, поэтому она живоначальна. Она отменяет закон энцеопий, если мы прибегаем к ее помощи. Если мы остаемся имеем какой-то свящный. А как эту свящу осуществлять? Сейчас выхожу на конкретный рецепт вопрос, что нам с вами делать? Что нам сейчас с вами делать? На чем я и закончу? По-моему, я уже больше полчаса, да? Давайте проголошим. Можно меньше? Кто жан? Мужен наголошен. Как генеральный Ашан приятный я дам. Пять минут дам. А то вопрос на будет дай. Да. Только вот смотрите, что нам с вами конкретно делать? Вот я в зал рецепт я могу медленно даже продиктовать, если хотите, записывать. Цитирую, кавычки открываются. под знаменем византизма, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах отразить натяжк и целой интернациональной Европы, если бы она разрушив у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь предпишать и нам гниль и смарат своих законов о мелком земном все блаженстве, а земной радикальной все пошлости. Какая замечательная фара, ёмкая, глубочайшая. разрушив она разрушив у себя. Конечно, если бы она разрушив у себя все благородное, осмелилась и нам предпишать гниль и смарат своих новых законов о мелком земном все блаженстве, о земной радикальной всепошленности. Вы знаете, здесь, во-первых, даёт картина жегневания Запада, как мы в советское время правильно говорили. В советское время мы правильно говорили о жегневании. Оказывается. Тогда мы не верили этим словам. А как кажется, мы правильно говорили. так же и то, что кибернетика публичная девка империализма. Тоже правильно. Но с генетикой ошибка. Генетика не не всегда будет права. Про цитаты откуда это не среднего европейца как идеала, да? Да, да. Вот. И византизм нас же на этом наверное говорили, но еще краска. Что такое византизм в понятии, в терминологии Леонтья? это в политическом отношении династической монархии, в религиозном отношении православия и в нравственном отношении евангельской заповеди. Ну что мы имеем тогда перед собой православную монархию? Ну это же Третий Рим. Почему-то Леонтьев таким зашифрованным способом являет нам древнюю идею необходимости в России чтобы быть третьим Римом. Ну повторяю эту идею своим таким способом к ней пришел как-то отчасти научным таким. А идея церевиальная. Но хорошо вот смотрите Леонтьев говорит нас спасет византизм. Византизм. То есть спасет Россия спасется если она будет Третьим Римом. А что я должен делать чтобы Россия стала Третьим Римом? Или оставалась Третьим Римом? Непонятно. У нас много таких знаете нам надо толстый нам надо толстый А что я конкретно могу сделать? Россия нас тоже но я же не Россия мне что делать? Очень просто ответ элементарно просто Ватсон это же элементарно надо вцепиться с двумя руками в тело Христова в нашу святую единую соборную апостольскую церковь надо каждое воскресенье гром ливень усталость лягушки с неба шипятся царназо идти в храм на литургию и причащаться при причащать приобщаться к телу Христову стать последователями Христа через церковь и другой дороги нет тут меня я бы хотел дополнить выступление предыдущего закладчика который говорил нам нужно исполнять заповеди молиться и так далее все это как-то мне напомнило лютеранство такое Бог должен быть в нашей душе вот не было сказано ни одного слова церкви господа это наше спасение это единственная ценность которая в нашей свествии существует это единственное спасение всех нас нашей православной церкви и мы должны быть участниками таинств которые производят церковь только для этого шестой величайшее наше сокровище наше уникальное единственное оставшееся на земле полноценное мощное спасительное православное церковь мы должны укореняться в церковной жизни укореняться в приходах Россия спасется через приходы нас сейчас в России в церковных людей примерно 6 миллионов относительно в какой степени вот вот этим 6 миллионов это малый штат нужно укореняться глубже чаще прибегать к таинству приобретать подобие Христа и тогда и вспомним слова Серафима Шаровского стяжи святой дух и тысячи вокруг все спасется вот смотрите святой дух только мы можем получить в святой апостольской церкви в нашей православной церкви иных иных путей не существует криенную молитву там нравственное поведение это не антология это психология антология это наша бесценная крови православная церковь и вот смотрите 6 миллионов если если они будут 6 миллионов настоящие христиане вокруг каждого спасется тысяча умножьте 6 миллионов на тысячу что получится а это население всей земли а я считал что на тысячу на тысячу на тысячу а тоже был вопрос что будет с Китаем ну Китай весь станет православным если мы вот будем если каждый из нас будет по-настоящему воцерковник и по-настоящему вкушать тело и кровь Христов в танец рецепт мистический а других не может быть никаких психологических рецептов нет надо прибегать к реальному телу Христов Аминь 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 Аминь